Обсудим, что такое экспоненты от матрицы. Ну, вообще, е в технике создается ряд 1 плюс x плюс x квадратных полов, и так далее, плюс x в технике, делить на этот ряд. Вот здесь написано, как в ряд. Нам дальше будет x6, делить 720, x7, делить на ответ, делить 40, и так далее, и так далее. Вот она, без консульта. Давайте сначала самую простую задачу. Матрица размером 2 на 2, которая имеет 0 минус t, t0. Ну, пишем. Вообще, эта матрица 0 минус 1 на 1 0, это же поворот на 90 градусов. Соответственно, квадратик будет поворот на 180, то есть 90, то есть центральная диспетра. Дальше я ошибся, потому что поворот на 270 пишут не так, а пишут его вот так. Здесь единица, здесь минус единица. Дальше поворот на 360 я написал без ошибки. Ну, а дальше я пошел туда опять по циклу. Смотрим, что у нас получается. Скажем, в вот этом месте, то есть в левом верхнем углу. У нас получается такой ряд. Ну, в матрице Е, это же 1 0 0 1, да? У нас получается такой ряд. 1, минус t квадрат пополам, плюс t в 4 делить на 24, минус t в 6 делить на 720, так далее. Это ряд для космоса. Ну, рядышком. Получается, минус t, плюс t в губерность делить на 6, минус t в 5, кстати, на 120, так далее. Это ряд для минус с минусом. Все, решили мою задачу. То есть матрица 0, минус 1, 1, 0 иногда заменили на i. Да, в общем так. И то, что мы сейчас сделали, это начало такой замечательной науки, которая вычисляет линия группы по касательному вектору. То есть, вот смотрите, у нас, вот был билетарок, 0, минус 1, 1, 0. Мы его умножим на t и ем в виде в эту степень. Вот это то, что называется группы левыми проливами. Самая-самая-самая первая формула из этой науки у нас сейчас появилась. Видите, что здесь мы ничего особенного не применяем. Никаких собственных значений, ничего. Мы вообще никакой науки. Просто, поскольку матрица очень легко устроена, то мы просто вот взяли, посчитали, и все получилось. Интересно, а если взять матрицу, которая возникает при исключении числов и подачи? 0, 1, 1, 1. И заинтересоваться тем, что такое е в степени t умножить на вот эту матрицу. Можем ли мы записать в каком-то таком вот простом виде ответ? Понимаете, в принципе, нужно. Потому что у нас была формула binet для n-местерии. И, соответственно, если мы все распишем, то там получаются ряды, и все получится. Но вопрос, а нельзя ли быстрее? То есть, нельзя ли обойтись без вот этого суммирования? Да и, кстати, в этой задаче мы обязаны были писать первый ряд? Или же нет? Давайте поставим перед собой такой вопрос тоже. е в степени ld умножить на матрицу 0, минус 1, 1, 0. Можем ли мы посчитать? Мы не знаем, может ответить, но можем ли мы как-то посчитать? Это попроще. Поскольку здесь было очень просто, то не стоит ли попроще, а как-то по-другому. Но так, чтобы это сработало и в других случаях. Оказывается, это можно сделать. Но, правда, вычисление здесь было очень простое, поэтому трудно сказать, что, наверное, мне чуть-чуть легче. Но зато есть, я покажу, способ, которым можно решать уменьшую задачу. Ну и в частности, я думаю, что. Поехали. Поехали. Ну, во-первых, надо посчитать практические награждения. Значит, λ минус вот эта матрица. Это что такое? Это λ единица минус единица λ. Определить равный квадрат минус единица. Значит, есть два собственных значения. Число 1 и число минус 1. Прекрасно. А значит, вот эта вот матрица обладает замечательным свойством. А значит, мы при решении задачи можем смотреть на две точки. На точку и и точку минус и. И сейчас будем делать вот что. Возьмем функцию е в степень tx. t постоянная величина. И так сделаем, чтобы в точке i у нас был многочлен, которое принимает значение е в степень t. А в точке минус соответственно значение е в степени минус t. Зачем? Потому что мы могли, ну, мне кажется, это факторизовать. Т.е. мы могли представить функцию е в степень tx в каком виде x2 плюс 1 умножить на какую-то функцию? Плюс линейная функция. Так, давайте поймем, как пишется любая умножительная функция по значениям в точке. Хорошая функция. k1 умножить на x плюс y плюс k2 умножить на x плюс y. Вот она идея. Мы делим составом е в степени tx на x2 плюс 1. И поэтому для ухлительной степени на самом деле нас интересует только вот этот самый остаток. Отлично. Мы пишем, какие есть требования на числа k1 и k2. Если вместо x подставить i, то вот это будет 0, а здесь будет 2i. k2. И значит 2i. k2. Это вот этот шло. 2i. 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 Хорошо. Если вместо x подставить минус i, то будет здесь вот так вот. Минус 2i. Хорошо. Таким образом мы нашли значение k1 и k2. И теперь должны воспользоваться вот этой формулой, подставив вместо x матрицу. Давайте это сделаем. Вот это можно вообще не писать. Потому что а в квадрате это минус e. Значит я должен это писать. k1. Пишу. Это минус e в квадрате минус 2i. Это k1. Да. Умножить на матрица минус 2i. Каждый из этой матрицы вычистки. Давайте примерим. Будет минус i минус 1 1 0. Теперь плюс k второе. k второе. Это две слова. Разделить на 2. Ну умножить на такую матрицу. i минус 1 1 0. Отлично. Теперь нужно посмотреть, что у меня в этом месте. минус и минус дает плюс. ii сокращается. Здесь то же самое. ii сокращается. Получается e в квадрате минус, e в квадрате минус 2i. И не пало. Но смотрите, как раз плюс тут. Смотрим теперь сюда. А здесь с минусом. А почему там нули? Потому что это описано. Потому что когда вычитаешь i из матрицы, надо не только в углу, а здесь тоже. Спасибо. А все это неправильно вверху лучше. А прибавлять тогда тоже. Извините. Извините, это была описано. Ну ничего. Давайте продолжим. Все-таки правый угол я, надеюсь, не ошиблась. Что у нас здесь есть? У нас есть со знакомым минус. и минус 3i, деленное на 2i. Ну а вообще-то это и есть минус синус. Вот. Ну, в общем, сказать честное слово, здесь будет хорошо. Синус и минус синус. Решили мы эту задачу. Не знаю, легче это или труднее прямого вычисления. Пожалуй, это даже труднее. Но зато это общий метод. То есть мы сейчас легко, ровно таким же способом, посчитаем 2 в степени t умножить на матрицу 0111. Начинаем вычисление 2 в степени t умножить на матрицу 0111. Смотрите. Мы уже вычисляли. Минувер-член. Значит, определите. t минус 1, минус 1, t минус 1. Это t минус 3 минус 1. В органе его. Вот такие. Значит, по теореме, аминтованных r и b квадрата минус b минус e, это 0. Что теперь делать? Представляем функцию e в степени bt в таком виде. b квадрат минус b минус e умножить на какое-то упражнение t. Плюс остаток. Остаток отделения 0122 степени можно записать в таком виде. k1 вложить w минус λ1 плюс k2 добавить λ2. Теперь, что мы должны? В точке λ1 значение должно равняться e в степени λ1t. Соответственно, в точке λ2 оно должно равняться e в степени λ2t. Но здесь минус превзошел из-за того, что вы помните. λ2 минус λ1. Это минус корень из 5. Значит, числа k1 и k2 мы знаем. Уберите, какая приятность? Для подсчета чисел k1 и k2 мы смотрим только на эту формулу и не думаем о том, что b это матрица. А потом подставляем уже матрицу. Потому что формула идет навсегда. Значит, это матрица тоже. b минус λ1 это такая матрица, b минус λ2 такая. И осталось, посмотрите, вот например, в левом нижнем углу у нас просто сумма k1 и k2. В общем, в левом нижнем углу напишу сейчас ответ. В общем, перед λ1 нет минуса. Или? k1, четко k1. Это вот λ1 и левом нижнем углу. А, k1 это минус λ2. А, да-да-да. А перед λ2 есть минус, все хорошо. Да. Ну да. Осталось понять, что такое. 1 минус λ1. 1 минус λ1. Это на самом деле, это λ2, правильно? Это левом нижнем углу. Это левом нижнем углу. Это левом нижнем углу. Это плюс. Нет, это плюс. Сумма λ1 и λ2 это единица. Ну да, буквально. Сумма числа λ1 и λ2 это единица. Поэтому, на самом деле, здесь вот то же самое, что λ2. И здесь, соответственно, это то же самое. 1 минус λ1. Это то же самое, что λ2. Потому что, по теореме, это λ1. Ну, больше того, что мы слышим. λ1 минус λ2 это единица. Вот. Значит, на самом деле, меня интересует λ1 умножить на k2. Это просто. Это, да? Просто вот так. Это λ1 и е в степени λ1. Вот. Вот. Плюс λ2 умножить на k1. То есть, с минусом λ2 е в степени, λ5 е в степени. Даже если я здесь не зашли в степени, идея все равно вот такая. Как-то это выражено через эспоненты. Как именно получается просто вот вычисление. Теперь вопрос. А если вдруг будет ратный уровень? Что делать в каком случае? Ну, ответ очень простой. Тогда надо посмотреть на значение производства. Давайте, по всякий случай, мы один пример разберем. И, я думаю, после этого уже вообще никаких проблем не будет. Давайте посмотрим такой пример. Система дифференциальных уравнений. x' это x-3z. y' это x-y-6z. z' это x-y-6z. z' это x-x-2y-5z. При этом известно в момент времени t равному нулю. x'y-6z это функция какой-то одной и той же переменной t. Ца в степени координаты, а t это время. Что-нибудь такое. И, оказывается, решением такой вот системы является такая формула. x'y-6z это е в степени а, t от альфа-бета-гамма. Смотрите, альфа-бета-гамма постоянная, поэтому на самом деле надо всего лишь е в степени. Почему? А потому что, когда вы дифференцируете е в степени а, t, то получается, а умножить на е в степени а, t. Ведь у нас есть ряд, я уже не буду это описывать, но если посмотреть, как там дифференцируется, то все получается. А с а кумутирую, то никаких проблем нет. Значит, решение системы дифференциальных уравнений, это на самом деле задача по нахождению матрицы е в степени а, t. Где а, это матрица 1, 0, минус 3, 1, минус 1, минус 6, минус 1, 2, 5. Отлично. Как это положено делать по теореме Габилетона Крейли? Надо найти характеристический многочлен. То есть, t умножить единичную матрицу минус а посчитать. Ну, я буду это обсуждать. В общем, кто знает, как считать эти три на три, все понимает. А кто не знает, надо просто прочитать и тогда все поймут и узнать, почему прочитать. Интересно, что здесь получилось специально, например, так подобное, градное значение. Если бы все три помни были разные, то у нас нужно было бы искать значение в трех точках. Многочлен проводить по интерпляционной формулы оранжа. А здесь хитрее. А здесь хитрее. Здесь есть кратный коль. Ну вот. Значит, мы берем вот этот самый наш многочлен. 3-1 нужно на 3-2 в квадрате. И так далее, здесь 3 в этом нет. Если бы здесь вот я написал, где-то было бы, не знаю, кратский. То вот этот t никакого отношения к этому t не имеет. Просто там замените, где есть степень tx, поставьте любой другой, например, tau. Нет. Как раз этот t, который был с самого начала. Ну, у нас уже изменился t, так что старая tau t можно удалить. Я беру везде тщу лямбэ, и дальше я беру везде тщу лямбэ, и дальше я беру тщу лямбэ, который везде тщу лямбэ, который везде тщу лямбэ. Вот, если бы я в основном, как, все? Я буду совсем хорошим. Везде, где, где, где. Я беру здесь. Вот имелось сильный тщу. И теперь везде t это t, а лямбэ это лямбэ. Да, 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 да. Теперь все хорошо. Есть и везде x. Надо t считать вот в этой форме постоянным числом. Опа, проблема. А ведь x-то у меня тоже там было. Ребята, вот один сделать какой-то большой. Ну ладно, это все на самом деле у вас слово, потому что не в это дело. А все тут в том, что мы ищем такие числа a, b, c, чтобы, ну, когда вы ответите в этот ряд, есть и в тщу лямбэ с, и поделить его состатком на s-1, то получается вот такой был остаток. Прекрасно. Прекрасно. Что же это за числа b, c? Если в нашу формулу вместо s подставить единицу, то слева будет 2a плюс 2b плюс c, а здесь будет 0. И теперь производная. Производная в точке s равно 2, это t умножить на 2t, здесь производная в двойке, это 4a плюс b. А, b, c здесь посчитанная, но я не хочу заниматься решением этой системы. Важно было, чтобы когда мы посчитали, осталось возвести вот эту матрицу в квадрат. Ну вот сюда подставить, умножить на это всего квадрат, потом саму матрицу умножить на b и единичную матрицу умножить на c. Сложить, получится ответ. На самом деле здесь так все подобрано, что ответ получится даже симпатичный. Но, знаете, я не буду сейчас это делать, потому что не в этом суть. В другой задаче, в том, чуть-чуть по-другому будет. Главное мы поняли идею. Если есть кратный корень, то надо смотреть не только на значение, но и на призвод. Спасибо. Спасибо.